Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбо Макс и мне кажется настал тот момент, когда можно рассказать про 6 месяцев использования консоли Xbox Series X. В этот раз расскажу как поживает геймпад, какие траблы возникли с Xbox Series за все время использования, расскажу о выгоде, расскажу как ощущается вообще 9 поколение консолей, в общем смотрите ролик до конца, он будет интересный. Если вдруг у вас Xbox Series или вы хотели бы его купить, то ставь лайк, подписывайся на канал, поскольку на моем канале много контента связанного с Xbox Series, ну а также не забывай забирать подписку к Кинопоиск HD по моему промокоду, который даст вам 60 дней совершенно бесплатно, можете там пальнуть нового майора грома, Лигу справедливости и еще кучу всяких проектов. Помимо этого вам дадут еще кэшбэки на сервисы Яндекса. В общем промокод и ссылка на активацию как всегда в закрепленном комментарии, поэтому юзая пока есть халява и давайте начнем. С этим красавцем я уже полгода, на самом деле офигевая как летит быстрое время, поскольку все мы его ждали, в итоге уже прошло 6 месяцев, ну реально в шоке. Считаю, что 6 месяцев это уже довольно неплохой срок консоли, дабы как-то проанализировать ситуацию вокруг нее и если честно она наверное не такая радостная как мы ее ждали. Короче сначала поговорим о системе. Признаться, несмотря на все обещания, заявления, какие-то новые технические функции, они по большему счету не ощущаются, либо ты к ним уже привык. Единственное, что приносит удовольствие, как-то удивляет и пожалуй реально дарит маленькое чувство нэкскена, это скорость работы и функция квик резюм. Запускаются игры крайне быстро, иногда запускаются с того момента, с которого ты закрыл игру, без какой-либо загрузки и это здорово. Единственный косяк в том, что тот же квик резюм работает не во всех играх и иногда отказывается работать как надо. К примеру, у меня были игры, в которые я играл давно, уже забыл про них, в итоге после включения срабатывает данная функция и ты такой вау, здорово. Но в играх, даже в которых функция работает, она иногда не работает. К примеру, та же Мартуха, будто она полностью лишилась этой функции, хотя в принципе на старте консоли она работала. Плюс иногда из-за квик резюма некорректно запускаются игры и их нужно перезагружать. Если что, пример такой проблемы я уже опубликовал в стори в своем инстаграме, поэтому подписывайтесь. В принципе, одна из проблем квик резюмом, запустилась батла, каким-то образом не показывалась вообще квик резюме и в итоге ничего не работает и приходится перезапускать. Помимо траблов с этой функцией, несмотря на большую часть бесшумной работы, при запуске каких-то next-gen игр, Xbox Series нормально так разгоняет вентилятор, что прям довольно-таки слышно. Прям знаете, такая мини-мини тепловая пушка, я просто сижу около Xbox Series, прям на вытянутую руку и даже наушниках я иногда слышу, что он разгоняется и начинает работать больше вентилятор. Ну короче, как-то так. Что касаемо мощи, трассировки лучей, пока обещания и громкие заявления на данный момент остались, наверное, словами. Поскольку какого-то действительно вау-эффекта от звука, от скорости отлика геймпада, в общем, всем, чем мы восхищались на словах до выхода консоли, ощущается как должное или вообще не ощущается. Типа, да, у геймпада какой-то новый быстрый отлик, да, я вот что-то не заметил. Ну если это так, то круто. Насчет мощи могу сказать так, что окей, там 12 трафлопс, но пока не вышло какой-то мега супер красивой игры, чтобы, так скажем, эти 12 трафлопс я мог ощутить в полной мере. Если же брать во внимание ту же самую трассировку лучей, то, опять же, на мой взгляд, она получилась не такой, как многие ее ждали. Ну о чем говорить, если в медиум, да, та же трассировка лучей видна где-то там в отражении какого-то там стекла или там, я не помню, картины. В общем, все ждали, что будет как в Майнкрафте, в итоге такого нету и когда это все будет, ну пока неизвестно. И будет ли вообще. Если вы вдруг думаете, что на PS5 ситуация как-то лучше, то не думайте, там все плюс-минус одинаково. Насчет кемпада хочу сказать, что мне повезло, он у меня по сути в целости и сохранности, единственно, немножко люфтит стик и немножко стерлись вот эти вот резиночки. Но это нормальная тема, потому что их можно без проблем заменить и, ну так скажем, ситуация пока лучше, чем у тех блогеров, у которых есть PS5, которые активно на ней играют, потому что я слышал, что на новых DualSense вот эти стики, они у них ведут верх, короче, живут отдельной жизнью, короче, пока что мне везет. Но на мой взгляд, самое главное в консоли это не мощный геймпад, а игры. И здесь, в принципе, ситуация делится на две стороны. Одна сторона говорит, что игры навалом, море, игры я не хочу, а вторая говорит, что игр нету и как бы это немножко расстраивает. И на самом деле я здесь буду согласен, наверное, с двумя сторонами и сейчас объясню почему. Начнем со стороны, в которой все очень круто. На мой взгляд, да и по мнению многих, Xbox хорош тем, что в данный промежуток времени, в котором особо нету next-gen игр, Xbox остается самой выгодной, доступной и многодающей консоли, ну выражусь так. Так как есть подписка Game Pass, обратная совместимость и покупая консоль, ты можешь без проблем поиграть в кучу игр, как и в новых, так и в старых. И самый главный аргумент, почти даром. Тут еще радует такая тема, что помимо всяких индюх и таких себе проектов, тебе дают поиграть и в новинки. К примеру, вспомните ситуацию с Outeriders. На всех платформах ее нужно покупать, на консолях Xbox, даром за подписку. И тут знаете, Xbox реально очень крут своими эксклюзивными предложениями, по типу, купи нашу консоль, подписку и часть новинок у тебя уже будет даром. Это действительно очень круто, это действительно хорошее предложение, поскольку я уже забыл, когда я последний раз покупал игры, кроме игр и Takes Two, и Cyberpunk 2077. Те, кто говорят, что подписка Xbox Game Pass говно, не правы от слова вообще, потому что, опять же, там не только старые игры, но еще и новые, и список игр постоянно обновляется и туда завозят новинки, плюс еще туда попадут все эксклюзивы Microsoft в день релиза. Я понимаю, что может быть такое, что список вам не нравится, но вы просто можете тогда не покупать подписку. Все равно, как бы, в этой подписке столько проектов, что, ну, каждый найдет для себя что-то стоящее. И знаете, данную подписку, по сути, выгодно иметь даже тогда, когда ты играешь всего лишь в пару игр. Купил эту подписку, получаешь, там, не знаю, новые игры, играешь в старые, и в любом случае это выходит намного экономнее, нежели ты эти игры купил бы. Если же эту подписку начать сравнить с PlayStation Plus Collection, то оно ни в какое сравнение не идет, потому что в PlayStation Plus Collection игры не меняются, не обновляются, туда не добавляются новые, и, по сути, та, ну, вот эта вот программа от PlayStation нужна только для тех, у кого не было PlayStation 4 и тех, кто в эти игры не играл. То есть это совершенно разные подписки. И в том случае данная подписка нужна лишь тем, у кого просто голая консоль PlayStation 5, или для тех, у кого не было PlayStation 4, а так эта подписка, ну, реально в сравнении не идет. Ну, а подписка Game Pass, она пригодится как и новым, так и старым пользователям, поскольку список игр всегда обновляется. Вторая сторона, которая говорит про отсутствие игр, она имеет в виду Next Gen игр от внутренних студий Майков. И тут пока действительно все пусто, несмотря на огромный список студий и ожидаемых проектов. И опять же, факт, что на Xbox AAA проекты не выходили действительно очень долго. Да, вышли некоторые проекты, которые были показаны на XO, но, признаться, это не такие топовые проекты, которые все хотели бы увидеть, и, признаться, они не особо пользуются спросом у игроков. И знаете, сложилось такое ощущение, что их толкнули реально для массы, для того, чтобы, ну, хоть как-то закрыть эту дыру. Многие могут сказать, еще не время, игры делаются просто не так быстро, и еще, если учитывать новость про 40 игр у Xbox Game Studio, которые в разработке, это может быть так и есть. Но если же быть объективным, честным и говорить по факту, то на сегодняшний день надо признать, что для Xbox Series от внутренних студий каких-нибудь AAA проектов не выпустили, и это уже как бы прошло полгода. И когда все это выпустят, на самом деле большой вопрос, потому что тот же Hellblade, второй, который показали, по сути, самым первым при анонсе Xbox Series, фиг знает, когда выйдет, потому что он далек, очень далек от даты выхода. За Хейла также получилось обидно, он, по сути, должен был быть первым экзом, и франшиза очень важна для Xbox, они даже, по сути, запустили маркетинговую компанию в России, ну, с помощью энергетиков. В итоге, дата релиза все еще неизвестна, и игра получилась долгостроенной, и, как мы все знаем, надежд на нее уже возлагает все меньше. Но тут, знаете, у всей этой темы очень много проблем, и лучше уже более детально поговорить о ней после ее выхода, так будет объективнее. Если сравнивать Xbox Series с поколением Xbox One, то, как новое поколение, именно новая консоль, она уже не ощущается, и, наверное, не ощущалась. В консолях, по сути, уже давно начинается стираться консольные поколения, и все это воспринимается как просто апгрейд железа. Ну, по сути, он так и есть. Игры одни и те же, система одна и та же, единственный, так скажем, эксклюзивчик для новых консолей, это анимированные заставки, но они, в принципе, погоды не делают. И единственное, что хоть как-то греет души, так это то, что эта консоль просто актуальнее, и запустит все новые игры, выпущенные в ближайшие несколько лет. Но тут, видите, на мой взгляд, если бы в этот период было выпущено хотя бы два ААА проекта под NextGen, ситуация ощущалась бы лучше. Но из-за дефицита компании не хотят терять деньги и просто пользуются ситуацией и не спеша полируют проекты. Им просто невыгодно выпускать игры только под NextGen, поскольку, исходя из выпущенных консолей, они просто их не окупят. И поэтому, в данный момент, мы получаем либо отсутствие NextGen игр, либо игры, выпущенные и туда, и туда. Но из-за последнего мы не получаем NextGen, а-ля пример последний Resident Evil. Хотя, знаете, тут же вопрос в другом, а получили бы мы NextGen, если бы игра не вышла на восьмое поколение консолей? И что-то у меня тоже по этому поводу большие подозрения. Если взвешивать ситуацию трезво, то покупая Xbox Series, несмотря на все, мы все равно продолжаем играть в старые игры. И, наверное, продолжим. Кстати, о них забыл рассказать вам про функцию FPS Boost, о которой я снимал ролики, если хотите, посмотрите. Но, если коротко, в принципе, эта функция оказалась не такой, как многие себе ожидали. И тогда, когда FPS Boost работает, а именно у вас появляется большее количество кадров в тех играх, где было там 30 FPS, 60, то уменьшается разрешение. Это в большинстве игр так. И, в принципе, для тех, кто имеет более мощную консоль, для тех, у кого 4К телек, данная функция, ну, так скажем, такая себе. Единственный бум нас может ожидать на E3, который, возможно, придаст смысл и хоть как-то официально обнадежит новые консоли. Но пока что каких-то слухов, кроме возможного показа Starfield'а, новые Forza Horizon и геймплея Halo, слухов-то особо и нет. И такое ощущение, что все-таки все находится в стагнации. Кто консоль Xbox Series не купил, не расстраивайтесь, в принципе, играйте, на чем играли, потому что, купив Xbox Series, на данный момент вы получите лишь 4К, 60 FPS и будущую актуальность. И, пожалуй, все. Какого-то реального стимула для покупки Xbox Series в данный момент, ну, пока что не существует. Если сравнивать, опять же, в девятое и восьмое поколение консолей, то хочу сказать, что сегодняшний Next Gen очень и очень скучен. Он будет красочен лишь для тех, кто раньше не играл или просто пропустил восьмое поколение консолей. Да, я понимаю, что, опять же, это все возможно из-за дефицита, но, возможно, он создан и искусственно, кто знает. Поскольку компаниям как раз-таки выгодно немножко оттянуть время для полировки Next Gen проектов, ну, а также просто найти отмазку в отсутствии Next Gen. В любом случае, я доволен покупкой, и Xbox остался моей основной платформой, работает как надо, и, в принципе, что еще нужно. Обязательно пишите в комментариях свое мнение, как для вас Next Gen, как для вас девятое поколение консолей. Вот, если видос вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Большое спасибо вам за просмотр и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok